Девушки отдыхают В стенах старых домов могут скрываться большие тайны. Что же посчастливилось найти двум внучкам в доме отставного полковника НКВД? Вы считаете, что нельзя назначить и платить алименты несовершеннолетним ему ребенку только потому, что его мама пола, что ли? Девушка-повариха, работавшая в элитном коттедже, неожиданно родила ребенка. Почему отец мальчика не принимает участие в его воспитании и как бабушка и дедушка отнеслись к внуку? Под Новый год все это побывает. Вы понимаете, на матушке России под Новый год все угодно может случиться. Понимаете? Говорят, под Новый год происходят разные чудеса. Вот и с супругами Вергуновыми произошло чудо. Только не совсем приятное. Это чудо довело их до суда. Оставайтесь с нами. Истец Анна Симбирцева нашла в доме покойной бабушки замурованную в стену шкатулку. Хочет признать ее наследственным имуществом и включить в наследственную массу. Ответчик Алена Симбирцева считает, что все наследуемое имущество уже поделено. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Значит, я с Аленой являюсь двоюродными сестрами. Обе мы росли без родителей. Наши родители рано умерли. И она жила с бабушкой и с дедушкой, а я жила в городе. Я приезжала к ним на, скажем так, один-два раза в год на отпуск, на каникулы. Она жила с ними постоянно. Поэтому, когда умерла бабушка, я даже не удивилась, что в завещании было указано то, что дом полностью принадлежит Алене. А мне, ну как бы, в завещании было указано, что дом принадлежит Алене, а все остальные вещи, которые вне дома, в доме находятся, мы можем разделить поровну или по своему усмотрению. Но делить там особо нечего было, поэтому я даже не стала обращаться к нотариусу. И так была, в принципе, совсем согласна. Потом проходит некоторое время, и Алена звонит мне и говорит, ты знаешь, я затеяла большой ремонт, если хочешь, приезжай, возьми какие-то вещи себе на память от бабушки, чтобы остались от дедушки. Я, конечно же, приехала. Приехала, ремонт был как раз в разгаре. Она, Алена, давала распоряжение. Она дала распоряжение рабочим, которые занимались ремонтом, снести большую стенку между гостиной и комнатой. Она хотела сделать большой зал. Она поговорила с рабочими, мы пошли на кухню пить чай, пили чай, смотрели безделушки всякие, которые остались от бабушки. И тут что-то мы говорили с ней, и потом я понимаю, что рабочие немножко затихли и начали шепотом что-то очень живо обсуждать. Мне стало интересно, что это такое. Я захожу туда, в комнату, где рабочие занимались, и я смотрю, на полу коробка. Коробка размером с кирпич была. От удара крышка отвалилась, и в этой коробке золотые монеты я увидела, и какие-то разные золотые штучки. Но это было золото. В общем, все, что было в коробке, это было золото. В тот момент у тебя глаза прям так и загорелись. Да ничего не загорелось. Я быстро вытащила телефон, сфотографировала, сделала несколько снимков, и сразу же позвала Алену, сестру свою. Она пришла, я очень радостно крикнула прям, говорю, ну теперь-то наконец-то мы станем богатыми. Она посмотрела на меня, я говорю, не зря же бабушка перед смертью, а бабушка перед смертью летом буквально говорит, я в долгу типа не останусь, то есть вы будете довольны, скажем так, наследством моим, да? Она намекала. Малышку, что она говорила. Она намекала нам обоим, то есть бабушка знала об этой коробке. И на что Алена мне сказала, не ты, не мы будем богаты, а я буду богата. Взяла эту коробку, накрыла крышкой, развернулась и ушла. Хорошо. Будьте добры, пожалуйста, мне нужно завещание. Есть завещание, да, на дом? И просите, ответчик, вы уже вступили в наследство? Да, конечно. У вас есть свидетельство о праве собственности на дом? Да, через судебного пристава передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Так, я вас слушаю, пожалуйста, ответчика. Ваша честь, с моей сестрой я не согласна. Считаю, что все наследство уже было поделено. Как вы видите из документов дом... Нет, простите, а вы считаете, что, если я правильно поняла, вот это вы сфотографировали, да? Да, 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 это именно так. А вы считаете, что это тоже уже как бы входит в раздел наследства? Нет, я не считаю, что это вообще наследство. Дело в том, что дом по закону, как вы видите из документов, перешел уже в мою собственность. И если, конечно, моя сестра думает, что пусть даже наш дедушка и был полковник, работал в НКВД, может быть, сестра думает, что вот эти вот золотые коронки, которые там изображены на снимке, дед там щипцами какими-то кровавыми из зубов арестантов выдергивал и собирал, вкладывал в коробочку, а бабушка, работая зубным врачом, там ей платили золотыми червонцами, и она тоже все это складывала. Я считаю, что они были простыми работниками НКВД, таких было тысячи. И потом дом, который перешел мне в наследство, они не строили. Он им перешел от господ, которые там жили, которые сбежали от революции за границу. Соответственно, стены они не переделывали, ремонт большой там не делали, делали только мелкий ремонт, ну там обои и все такое. Вот. Когда, опять-таки же повторюсь, когда делала ремонт, и рабочие ломали стену, в стене нашли, вот, сейчас покажу вам, данную шкатулку. Вот, вот кирпич непосредственно. И вот шкатулка. И вы поймете, что кирпич размером, что шкатулка размером с кирпич. Ее нашли непосредственно в стене работники, значит, которые работали. То есть я считаю, что все, что в стене находится, это принадлежит мне. Потому что, как вот эта шкатулка была, одним из тысячи тех кирпичей, из которых строились стены дома. Ваша честь, нам же бабушка намекала, она знала, она нам именно про это, про это говорила летом. Нет, истец, истец, ну что значит намекала и точно знала. Она нам летом сказала, что... Нет, подождите, истец, ну, если бы вам бабушка хотела намекнуть, она бы могла сказать, знаете, после моей смерти, снесите эту стену и сделайте, ну, хотела она вам такой сюрприз своеобразный. И потом, можно замечание, Ваша честь? Хотела бы вот сказать, что бабушка в последние годы была, ну, не своя на голову, она много что говорила. Например, она иногда считала, что она маленький ребенок, что ей 7 лет, что она ходит в гимназию, в подготовительный класс. Ваша честь, это обычный старческий маразм. Ну и что, а когда меня бабушка называет Виктором, меня, допустим, свою внучку, она называла Виктором, и каждый раз у меня спрашивают, когда у меня появится внучка. Потому что по улыбке, потом прояснение разума, ничего страшного. Вот, я считаю, Ваша честь, во-первых, еще замечание одно. Эта шкатулка, дореволюционная, это видно. Коробочку там можно было взять и дореволюционную, и какую хочешь, но туда поставила именно бабушка эти драгоценности. Почему? Откуда ты знаешь? Потому что она нам давала четкий намек. Не давала никакого намека. Какой? Истец, истец, какой четкий намек? Она сказала, после нашей смерти вы останетесь очень довольны наследством. Прямо так и сказала нам обоим. Подождите, истец, а если бы ответчик не стала стену переносить? Вот именно. Бабушка могла многое придумать. Может быть, она думала, что ее украшения, которые она нам оставила, они там чего-то стоят. Истец, ну не стала бы ответчик переносить стену? Ну не стала бы. Никто бы не узнал, но то, что бабушка знала об этой шкатулке, это сто процентов. Ну я считаю, что нет, потому что конкретно бабушка стену не назвала, в какой именно. Ничего толком конкретного ни про шкатулку, ни про снос каких-то, ни про секретник, она ничего не говорила. У меня один и тот же вопрос истцу, и ответчику. Истец, скажите, пожалуйста, кто обнаружил шкатулку? Рабочие, строители. Ответчик, кто обнаружил шкатулку? Рабочие нашли, сестра... А вы не считаете, что у нас вообще клад принадлежит лицам, которые его обнаруживают? Но дело в том, что шкатулка была частью дома, которая принадлежит мне. Но это не кирпич и не стена, это шкатулка с драгоценностями. Но она же была частью стены, соответственно, стена моя, как и дом весь, и шкатулка принадлежит мне. Я считаю, что делить тут нечего. Жадность просто. Нет, истец, давайте еще раз. Шкатулку кто обнаружил? Строители. Строители. Так кому клад принадлежит? Строителям тогда. Тогда строителям. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Вы считаете, что нельзя назначить и платить алименты несовершеннолетний ему ребенок только потому, что его мама повар, что ли? Чета состоятельных супругов в шоке. Их сын стал отцом. Почему родители считают, что его избранницы места скорее в тюремной камере, чем в их семье? Под Новый год взятого бывает. Собирай с собой, пожалуйста. Понимаете, на Матрочке России под Новый год все угодно может случиться. Понимаете? Бывает ли измена случайной? Мужчины обычно себя оправдывают и говорят, что да. Но могут ли быть для женщины какие-то обстоятельства простительными? Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, в иске о признании за истицей права собственности в порядке наследования по закону на половину обнаруженных ценностей, суд считает необходимым отказать. Суд, не удовлетворяясь, заявлены исковые требования, потому что суду не предоставлены доказательства того, что обнаруженные ценности ранее принадлежали дедушке и бабушке и истице и ответчице. Так как собственник этих ценностей не может быть установлен, они в соответствии с правилами части 1 ст. 233 Гражданского кодекса РФ являются кладом. И, следовательно, в наследственную массу включены быть не могут. Суд разъясняет, что клад в соответствии с законом поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество, где клад был сокрыт, и лицам, обнаружившим указанный вклад в равных долях в соответствии с правилами ст. 233 Гражданского кодекса РФ. То есть в данном случае ответчице не может быть единоличной собственницы указанного вклада, поскольку право на половину этого вклада, простите, на половину этого вклада, принадлежит лицам, которые его обнаружили. То есть в данной ситуации, если рабочие, я правда, конечно, предполагаю, что они уже, наверное, никогда об этом не узнают. Но если рабочие будут заявлять исковые требования, а вы не возражаете против того, что указанную шкатулку не вы обнаружили и не сестра ваша обнаружила, то в данной ситуации вы вправе претендовать на половину того, что находится в этой шкатулке. Половину у нас по закону имеет право лицо, которое этот клад обнаружило. То есть в данной ситуации закон на самом деле сформулирован очень просто. Раз есть имущество, где клад обнаружен, это может быть земля, это может быть дом, то собственник имущества имеет право на половину этого вклада. Но на половину вклада имеет и то лицо, которое его обнаружило. То есть если бы истец в этой ситуации, когда вы первые увидели шкатулку, то есть вы бы ее к себе прижали и побежали бы к сестре, говоря о том, что я обнаружила клад, не рабочий, а лично вы, то тогда у вас появилось бы право на половину этого клада не потому, что вы наследница такая же, как и ответчик, а потому, что вы как бы обнаружили этот клад. У вашей сестры половина как собственника имущества, не потому, что коробочка вместо кирпичика была использована в стене, а потому, что весь дом является имуществом ответчицы. Плюс еще ответчик я, по крайней мере, могу сказать, что, видимо, вам повезло, потому что рабочий, наверное, никогда не появится для того, чтобы истребовать половину, так я предполагаю. Но раз никто не заявляет о своих правах на оставшуюся часть ценностей, которые хранятся в этой коробочке, ну, раз это не является спорным, следовательно, вы, наверное, будете считаться единоличной собственницей. Если только истец сейчас не приложит колоссальных усилий для того, чтобы разыскать этих рабочих, заставить их пойти, обратиться в суд, но при этом ровным счетом ничего не получить. Да, истец, вы об этом помните, что если даже вы это сделаете, истец-ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Вот не захотела по-хорошему со мной делиться, теперь отдаст строителям, вместо того, чтобы отдать своей сестре. Вот так. Я очень рада, что я оказалась права, но, зная свою сестру, если она до суда дошла, придется с ней все-таки поделиться второй половине. А теперь вернемся в зал суда. Истец Ольга Ковалева. Живет в Москве. Не работает. Требует алименты на содержание ребенка от его дедушки и бабушки. Ответчики Константин и Ангелина Великовские. Состоятельные люди. Считают сумму запрашиваемых алиментов завышенной. Обоснуйте суду ваши исковые требования. Получилось так, что в участии ихнего сына я стала первой любовью. У нас были очень бурные отношения, и я забеременела. Когда я узнала, что я беременела... А как это может быть любовь? Он еще маленький. Ну что, что маленький? Любви все возрасты покорны. Когда я узнала, что я беременела, забеременела, я рассказала своему любимому, он очень обрадовался. Он сказал, что у нас будет ребенок, мы с тобой поженимся, познакомлюсь с родителями, они тебя примут, и будет все хорошо. Да ему 16 лет всего лишь. Ну какая разница, 16 не 16. Мы поехали знакомиться с его родителями. Они меня не очень восприняли хорошо. После того, как мы зашли в дом, отец сразу увел своего сына в другую комнату, а мать стала расспрашивать, что к чему, откуда я, зачем и почему вообще. Кто я такая, представляю себе. После того, как она узнала, что я просто повар, она возмутилась, восприняла все штыки и стала меня выталкивать за дверкой. Даже не посмотрела, что я беременна. Дала мне денег, сказала, нечего тебе здесь ловить, иди делай аборт. Мне, конечно, было очень обидно, я ушла от них, из их дома вышла, и их сын мне не писал, не звонил, ничего. Мне уже опустились руки, я пошла узнать по поводу аборта. Мне сказали, что на четвертом месяце беременности этого делать нельзя. Я смирилась, думаю, ну что ж поделать, значит судьба такая. Как раз на днях позвонил мне их сын и сказал, чтобы я не переживала, что у нас будет все хорошо с ним. Он приедет, отучится, мы с ним поженимся. А родители примут, что ему делать оставалось. После того, как я родила, я пришла к ним в дом показать их внука. Они меня даже на порог не пустили. Это же ваша кровь. Мы же от внука своего не отказываемся. Не отказывайтесь. Мы обеспечивать никто не собирается. А мне не надо обеспечивать. Я прошу взыскать 70 тысяч с них, так как после родов я осталась без работы, без жилья. Мне не надо воспитывать ребенка. Я тоже хочу, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался. И он имеет право на хорошую жизнь. А на что думать, деньги с неба сыпятся? Мы зарабатывали это годами. У вас ваш сын чиновник зарабатывает очень хорошие, 110 тысяч. Это был документом. Подождите, подождите. Вы сказали, что несовершеннолетний отец. Я не поняла. Да, да, поняли. Это их сын. Отец мой ребенка и их сын. Я не поняла, простите, пожалуйста. А сейчас папа, ребенок-то где у нас находится? Они, после того, как они узнали, что мы с ним вместе, то, что я забеременела, мы хотим пожениться, они отправили его, изолировали от меня, можно сказать, за границу, чтобы мы с ним никак не звонили, не созванивались, не писали. У нас умный, талантливый мальчик. У него большущее будущее. К вашему сведению мы созваниваемся с вашим сыном, переписываемся. Вот он мне пишет письма, у меня фотографии есть, где он в Лондоне. Все достопримечательности свои. Я ему отсылаю фотографии его сына. Он очень интересуется. Скажите, пожалуйста, а отцовство в отношении ребенка установлено? Да, установлено. Мне пришлось подать в суд, но прежде чем в суд подавать, я созвонилась с их сыном, он сказал, конечно, я тебе отошлю все документы, которые надо. То, что это мой ребенок, я признаю это. У меня вот есть свидетельство о рождении ребенка. И есть документы с восстановлением суда. Они даже с этим не соглашаются. Они никак не хотят смириться с этим. У меня все документы есть. Хорошо, будьте добры, пожалуйста, мне решение суда об установлении отцовства и свидетельство о рождении ребенка через судебную прессу. Передайте, пожалуйста. У меня также есть письма, что мы с ним переписываемся, что у нас все хорошо. Вот фотографии его есть. Так, пожалуйста, ответчики, я вас слушаю. Ваша честь, я с иском частично не согласен, Ваша честь. Сумму, которую заявила истица, составляет почти половину нашего семейного бюджета. Половина, как можно, Ваша честь, работает чиновником. Его супруга работает, у нее свой салон красоты. Как и на половине? Я не считаю ваши деньги. Успокойтесь, вам дадут слово. Ваша честь, наша семья ежемесячно несет большие расходы. Только на обучение сына мы платим в колледже 50 тысяч. Также коммунальные услуги нам обходятся больше 20 тысяч, Ваша честь. Но то, что заявила истица, это просто невыполнимо. То есть, ответчик, если я вас правильно поняла, то вы не возражаете против выплаты алиментов, вы возражаете против размера. Есть решение суда, мы не возражаем. А с вашей точки зрения? Но максимально, сколько мы можем платить, это 20 тысяч рублей, Ваша честь. Ваша честь. На содержание ребенка, но не на содержание истицы, Ваша честь. Ваша честь, у них в доме есть и прислуга, и охрана. У них такие красивые машины. Они только на машинах на 70 тысяч, на бензин и на содержание. Это было хорошо ребенка идти работать, заработать то же самое. Они только за коммунальные услуги в своем доме платят 20 тысяч. А что говорит, тут только снять квартиру сколько стоит, а подгузники, а... А зачем снимать квартиру? Оставила ребенка, мама сама поехала к себе в деревню. Да, с какой стороны она должна отдавать своего ребенка? Это мой ребенок, я его рожала, он будет воспитываться со мной. Ваша честь, я прошу выслушать мою супругу. Она более расскажет, о чем истица утаивает. Я вообще возмущена поведением истца. А что ж тут возмутительно, если я хочу, чтобы мой ребенок хорошо жил? Почему бы тебе не рассказать, как ты... У нас тянешь деньги постоянно. Не проходит и недели, как она приходит к нам и начинает, прикрываясь грудным ребенком, тянуть с нас деньги. Я сначала тяну деньги на себя, я все трачу на вашего внука. Это ваш внук. Мы тебе уже сказали, давай нам внука. Я вообще считаю, что ребенка надо отобрать, а ее в тюрьму посадить. Обязательно в тюрьму посадить. Да, ребенка, наверное, вам отдать. И запросы у нее все время растут. На последнюю сумму, что она... Я у нее расписку взяла, что мы ей давали последнюю сумму. Ваша честь, я же эти деньги не на себя трачу, на ребенка. Ваша честь, можно мне? Мальчику было 16 лет. Подождите, подождите. Сколько у вас расписок? Скажите, пожалуйста. Расписка вот одна у нас. За последнюю сумму. На какую сумму? На 20 тысяч. На 20 тысяч. Да. Да, пожалуйста. Ваша честь, мальчику было 16 лет. Этой дамочке было 23 года. Она не понимала, что ребенок совсем перед ней. Да, ребенок. Ну, отвечай. Ну, что случилось, то случилось. Что сейчас об этом говорить? И кто она такая вообще? Никто. Зовут никак. Да, конечно. Обыкновенная поварителька. Если вы думаете, что вы живете в хорошем доме, это не значит, что вы имеете право оскорблять меня. И моего ребенка. А я не оскорбила. Я сказала, то она. Да, никто. Все мы люди. Ваша честь. И их сын сказал, после как приедет, у нас обязательно будет свадьба. И как они будут смотреть в глаза своему сыну даже. Ну, это посмотрим. И внуку, когда он подрастет. Я вообще не знаю. Котичка, я не поняла. Вот ваше выступление, я поняла. Оно заключается в том, что вы считаете, что 70 тысяч рублей – это слишком завышенный размер алиментов. Да, да, ваше честь. Вот я вас поняла. А вас я не поняла. Вы считаете, что нельзя назначить и платить алименты несовершеннолетнему ребенку только потому, что его мама повар, что ли? Вот смысл вашего выступления, скажите. Мы вообще не отказываемся от внука. Наоборот, мы бы его забрали себе. И сами обеспечили бы, как полагается. Не поняла, а почему нужно для этого забирать ребенка у мамы? Ну, ее никто обеспечивать не собирается. Она нам не нужна. Она не просит ее обеспечить. Она просит выплатить алименты на содержание ребенка. А не на ее содержание. Хорошо, даже если выплачивать алименты. В любом случае 70 тысяч – это бешеная сумма. Но за данным случаем вас смущает размер. Размер, да. Меня тоже смущает в данном случае размер. А у вас есть еще частный бизнес? Да. Помимо заработной платы и ответчика, у вас есть еще частный бизнес? Да, салон красоты. Я владелец салона красоты. То есть сказать, что вы считаете копейки до следующего месяца, вы не можете? Нет, мы не считаем копейки. Мы нормально живем. Но у нас сын, вот говорил же муж, что у нас сын учится, мы тоже за это оплачиваем дорого. А нет. Будьте добры, пожалуйста, мне справочку о заработной плате через судебного пристава передайте, пожалуйста. Так. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Под Новый год всякого бывает. Собирай с собой, пожалуйста. Понимаете, на Мазучке России под Новый год все угодно может случиться. Понимаете? Говорят, под Новый год происходят разные чудеса. Вот и с супругами Вергуновыми произошло чудо. Только не совсем приятное. Это чудо довело их до суда. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчиков по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы, заявленные исковые требования считает необходимым удовлетворить частично и взыскивает с каждого из ответчиков в пользу истицы алименты на содержание внука в твердой денежной сумме, установив их в двухкратном размере минимальной оплаты труда ежемесячно. До достижения совершеннолетия отца ребенка с каждого из ответчиков. Суд частично удовлетворил и взыскивает с каждого из ответчиков алименты на содержание малолетнего внука. Потому что в случае невозможности получения содержания своих родителей, несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки, имеют право на получение алиментов от своих бабушек и дедушек, которые обладают для этого необходимыми средствами. В соответствии с правилами статьи 94 Семейного кодекса Российской Федерации. В данном случае отец ребенка, сын ответчиков еще не достиг совершеннолетия и не работает. Поэтому не в состоянии сам обеспечивать своего ребенка. В данном случае бабушка и дедушка трудоспособны, получают соответствующие доходы и следовательно могут содержать своего внука. При определении размера алиментов суд учел, что в материальном обеспечении внука обязаны также принимать участие бабушка и дедушка со стороны матери, независимо от того, предъявлял ли истец к ним такие исковые требования или нет. Суд устанавливает алименты с каждого из ответчиков в двухкратном размере минимальной оплаты ежемесячно, чтобы обеспечить ребенку необходимые жизненные потребности и чтобы уплата алиментов существенно не отразилась на материальных положениях самих бабушек и дедушек. И в данной ситуации, чтобы у ответчиков оставались следствия для собственного материального обеспечения. Суд ограничил взыскание алиментов с дедушкой и бабушкой временным периодом, установив их до достижения совершеннолетия отцом ребенка. В тот момент, когда отец ребенка достигнет 18 лет, время содержания ребенка будет полностью нести его отец как совершеннолетний. Суд хотел бы разъяснить сторонам, как из суда, так и ответчику, что минимальная заработная плата на территории Российской Федерации у нас установлена на размере 4300 рублей. То есть, двухкратный размер с вас, ответчик, двухкратный размер с вас, ответчик. Истец, понятно вам решение суда? Истец и ответчики, суд огласил свое решение, дело закрыто. Вообще не стыдно вам ни разу. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Ну что ж, они мне бросили кость, но посмотрим, как они будут крутиться, когда приедет их сын Виталик. Мы будем ждать, когда ей надоест ее материнство, и она отдаст сама нам своего ребенка. А теперь вернемся в зал суда. Истец Михаил Вергунов, москвич, работает в строительно-монтажном управлении, хочет развестись с женой из-за ее измены. Ответчик Анна Вергунова работает с мужем в одной компании, но расторжение брака не согласна. Пожалуйста, Истец, поясните суду причиной расторжения брака. Да, Ваша честь, я хочу развестись с своей женой, потому что она мне изменила. Я причем застал ее на месте измены. Мне друзья говорили, что смотри, глаз да глаз о ней будет нужен. Потому что она красивая девушка, любовников до тебя было много. Ну, присматривай. Ну, я как-то мимо ушей, как обычно, знаете, мы прокидываем все слова друзей. Да ладно, ничего не будет. Ну, в итоге, после трех лет семейной жизни случилась измена. Мы в тот вечер Дед Морозили. Ну, в смысле, как Дед Морозили? У нас был корпоратив, и руководство просило нас в порядке там общественной нагрузки стать, побыть Дед Морозом и Снегурочкой. А, теперь это называется Дед Морозить, да? Нет, мы... Нет, я просто иногда узнаю такие новые слова, которых я просто не слышала раньше, поэтому вас и переспрашиваю. Ну да, скажем так, развлекали своих коллег по работе, провели корпоратив небольшой, поздравили, естественно, выпили, все как полагается, ну и пошли переодеваться. Нас отпустили переодеваться, я первый переоделся, быстренько забежал в раздевалку, переоделся, забежал в зал, думаю, ну, наконец-то, смотрю, моя жена стоит с подругой разговаривает. Ну, стоит, думаю, когда она уже пойдет, она разговаривает, разговаривает, потом она в итоге пошла, опять ее нету, думаю, ну, когда мы начнем уже нормально развлекаться, Новый год отмечать. Я пошел за ней в раздевалку, думаю, мало ли, может быть, там платье что-то с молнией случилось, надо помочь. Подхожу в раздевалку, открываю, света нет, темно в раздевалке. Я захожу, сразу слышу стоны, охи, вздохи. Естественно, я бросаюсь в выключатель, включаю свет, смотрю, а моя благоверная с каким-то неизвестным дядькой занимается любовью нагло. Ну, сами понимаете, у меня состояние бешеное. Я схватил этого мужика, дал ему пару раз, каюсь, не каюсь даже, так и сделал. И в следующий раз бы еще, хорошо, что ей ничего не сделал. И все, после этого я от нее ушел, переехал к маме на квартиру жить. И теперь не хочу никаких отношений с ней поддерживать. Да, будьте добры, пожалуйста, свидетельство о заключении брака через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста, ответчик, истцом заявлены исковые требования о расторжении брака. Скажите, пожалуйста, вы на расторжение брака согласны или вы возражаете против расторжения брака? Нет, конечно, я не согласна на расторжение брака. Я хочу сохранить семью, я люблю его. И все это, все, что произошло, это произошло чисто случайно. Я сама в этом не виновата. И в раздевалке лежала, да? Я сама в шоке и в стрессе нахожусь до сих пор. Потому что, тяжело об этом говорить, это просто какой-то шок для меня. Я расскажу, как все было. Вообще, вот это руководство наше, вот все время оно экономит, экономит. Лучше бы пригласили бы Деда Мороза со Снегурочкой, ничего бы не было этого. Руководство тебя заставляло спать, да? Да при чем здесь спать, Миша? Ну, что ты издеваешься надо мной? И так... Я не издеваюсь, я просто пытаюсь понять, где руководство виновата в твоей измене. Ваша честь, было так все. Да, мы отработали, был прекрасный вечер в Новый год. Нас поставили Деда Мороза с Снегурочкой работать. Вот, и мне даже понравилось, все были веселые. Ну, мы выпили, да, выпивали. Видимо, может, я там много выпила. И после Нового года понравилось? Да подожди, Миша, ну что ты, я не знаю, ты мне по телефону не даешь рассказать? И сейчас, давай уже сейчас тогда разберемся. Вот, и пошли уже переодеваться когда, и я что-то, ну, на такой радушный, и с подругой заговорила, и со Светкой что-то ля-ля-ля-ля. Вот, я его даже не видела, как он переоделся. Я пошла уже в подсобку переодеваться. Захожу, ну, представьте, у меня такое прекрасное настроение, с Мишкой отработали. Вот, и я захожу туда. А там еще лучше настроение. Да подожди, Миш! И захожу, и Свет выключается. И подходит ко мне сзади, обнимает так нежно. И я чувствую, ну, борода, шапка, думаю, ну, здорово, нормально. И не узнала, да? Истец, истец. Миша, ну, как можно узнать бороду, через бороду, как можно узнать? Как можно узнать мужа через три года? И тем более я выпила, настроение было хорошее. Я как-то вообще, я даже не поняла, как это все произошло. И как-то в самый ответственный момент включается Свет. Я смотрю в шоке просто. Я смотрю, кто это вообще на мне? Да я должен был присоединиться к вам. Я испугалась, вы понимаете? Я просто в трансе в таком была. Я смотрю, Мишка стоит, налетает на него, орет на меня. У меня все трясет, я вообще не понимаю, что происходит. Он влетает, берет этого за шкирку, сам орет, что-то меня не избил, убегает. Я вот сижу, вы поймите меня. Вы представьте, вот так вот, я думала, что я с мужем, а оказывается, какое-то на мне темное существо лежит, понимаете? Я просто была в шоке. Темное. Я до сих пор в шоке пребываю. Что такое? И не поняла никак, да? Что такое темное существо? Ну, это другой Дед Мороз был, вы понимаете? Другого корпоратива. В ресторане были две компании. Мы были Деду Морозу, и там еще у Деда Мороза с лягурочкой. Он, видимо, ошибся дверью. То есть, понимаете, ну, это совершенно случайно. Это даже вот грех такой. Я, понимаете, я изменила, получается, мужу. Естественно. Я вообще на мужчину не обращала внимания. Я люблю его. Конечно. И вот этот случай просто до сих пор меня заставляет, я не знаю, как жить теперь вообще. И он не может понять, что это все было случайно. Дома-то не соглашалась так быстро на секс. А тут все. Быстренько. Я зашел, я зашел, да? И вдруг ты сразу согласилась. Я не понимаю с этой тупостью. Давайте вот вызовем этого свидетеля, пожалуйста. Вызовите, пусть он объяснит. Свидетель это вот это темное существо, что ты как рассказал? Нет, чтобы я была готова просто. Потому что вы так определили. Простите, я просто в таком шоке. И сама вызовите его, пусть он объяснит. Хорошо, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Ваша честь, брат-близнец. Просто перепутать очень быстро можно. Похож, как две капли воды. Истец. Дай ему объяснить, пожалуйста. Истец. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Слушайте, меня зовут Майкл Терна. Вот. И я хочу сказать, я объясню, как это все было. Короче, я работаю в одной компании, там с одной девушкой вот работали. Компания по продаже коллисонеров. И нам попросили, ну, тут под Новый год сыграть, ну, Деда Мороза и Снегурочка. Она вот должна быть в Снегурочке. И как раз нас туда, это самое, вызвали, пригласили. Но до этого я очень упорно ухаживал за этой девушкой прекрасной. Вот. Но она все время, это самое, динамила меня, понимаете. Мы ходили, я ее... То есть отказывала вам? Ну, вроде того, да. А моя не отказывала. Истец, истец, истец. Вот. Мы ходили в ресторан, в кинотеатр. Даже мы успели съездить на курорт. Короче, в Египт съездили. Да. Вот, ваше отец, понимаете, близкость никакой не было. Понимаете, вот так. Я ухаживал, деньги все тратил, близкость никакой. Но она мне пообещала. Сказала, что все будет реально, все будет под Новый год. О, как прекрасно, прелесть просто. Романтика под Новый год. Вот. И этот момент как-то... Мы пошли подработать на Новый год, все хорошо. Этот ресторан прекрасный, все вот это. Мы все закончили. Вот. Я вот вхожу в комнату, смотрю, Снегурочка спиной раздевается, колготки снимает. Я как увидел, о, вот этот момент настал, конец-то. Вот. Хорошо не мужик это был. Истец, истец. Вот. И я как мужик сообразительный, я, конечно, выключил свет. Вот. И подошел к ней, вот. Вот я не ожидал, что у нее такая темперамент, все, вот это дыхание. Да, конечно. Вот такая кожа такая нежная. Это у нас был прекрасный секс в вашем теле. Свидетель. 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 Прошу прощения, прошу прощения. Вот. Все было просто на седьмом небе. И вдруг, и вдруг кто-то включает лампу. Свет, прямо понимаете, вот отрыв такой. А ты зачем свет выключил вообще? Вот. Истец, истец. Это романтика, что вы хотите. Ну, свидетель вам объяснил, что было, ну-ка, ну сделайте допущение, например, что там комнату для переодевания Деда Мороза и Снегурочек выделили в этом ресторане одну. Ну, сделайте такое допущение. Я допускаю, Ваша честь. Я с этим согласен, все нормально. Но я не допускаю, чтобы моя жена меня не узнала. Дети маленькие узнают папу, когда он приходит в костюме Деда Мороза. Все равно узнаешь. Ну, выпила я тогда. Да, ну, было в совершенно другое состояние. Это Новый год. Ну, дайте мне высказаться. Вот, я... И проблем нет. Подождите, подождите, подождите. Истец, скажите, пожалуйста, а не можете ли вы мне назвать несколько признаков, по которым, как вы считаете, ответчик должна была вас узнать? Если свидетель был, ну, мне кажется, что там борода и шапки вряд ли отличаются. Ну, скажите мне. Я же все прекрасно знаю, это научно доказанный факт, что афроамериканцы... А как так узнать? Гораздо крупнее, чем простые мужчины. И вот, как узнаешь-то, вот, понимаешь, вот борода, вот такое дело-дело, ну, как узнать-то? Вот таким, вот так и пришел. Ты ж не бородой с ней занимался. Подождите, истец, ну, хорошо. А другим местом? Это некое ваше предположение. Хотел бы я увидеть эту науку, которая тогда оказана. Ну, это к слову. Но от ответчик могла удивиться, но там, принять это за некое романтическое свидание, например. Какое свидание? Мы три года вместе. Уже знаешь, не знаю, все трещинки, как поет Зефира, певица. Что поет? Ну, хватит издеваться. Ну, что ты как дурачком себя ставишь, а? Артистка. Нет, ну, истец, ну, согласитесь, что, ну, если бы это произошло, ну, наверное, бы ответчик не стал бы, там, приглашать свидетеля, давать какие-то объяснения. Вы что, считаете, что свидетелю приятно выступать в суде по сложившимся обстоятельствам? Вы совсем не верите тому, что произошло? Вы считаете, что это что, сказка, которая рассказана? Ваша честь, я верю, что это произошло. Как я могу дальше с ней жить? И мы будем в течение года обсуждать, да, как у нас классно Новый год прошел. Истец. Она с... Да, пожалуйста. А я вам сейчас сразу скажу, вот, а потом он, короче, вошел, оказывается, это был муж, потом он стал меня обидеть, я ничего не понимаю, вижу только одни звездочки. И я разглянул эту Снегурочку, смотрю, мамонки, это же не она, она не в моем вкусе, понимаете, вот моя вот такая прекрасная, понимаете, вот она, за которой я ухаживал, вообще умничка. А Снегурочка-то, как, она сейчас, она знает о том, что произошло? Ваша Снегурочка знает? Она знает, у нас сейчас споры, она сейчас трубку на телефоны не берет, понимаете, мне там еще свои проблемы. Дай ей телефончик, я к ней поедусь. Истец, истец. Вот, и я разглянул, что это, что она вообще, это произошло вообще секс-форс-мажор, понимаете, вот такое произошло, я смотрю, что это не она, я не с ней был в Египте ездил, вообще не в моем вкусе, понимаете, и еще постарше, поэтому я вообще извиняюсь, извините, что, знаете, под Новый год всякого бывает. Собирай с собой, пожалуйста. Понимаете, на Матушке России под Новый год все угодно может случиться. Понимаете, вот, и я прошу прощения вообще. Тебе понравилось? У нее прекрасная жена, понимаете, прекрасная жена, они подходят друг к другу, понимаете, она вас любит, а меня нет. Вот, понимаете, вот они должны быть вместе. Стерпится, слюбится, дружище. Это случайность. Поживете три года, все будет хорошо. Поэтому я прошу прощения, понимаете. Я поняла вас. Я не хочу быть виноватым, чтобы разорвать их прекрасный брак. Ну, понимаете, такая ситуация, кто может узнать вот такого Деда Мороза, что вот у меня вот борода, вот, понимаете, все были одинаковые Деда Мороза, понимаете, ну как быть так? Я благодарю вас, свидетель. Суд удаляется для принятия решения. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, в заражении ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны ответчика, слушание дела считает необходимым отложить и назначает супругам срок для примирения на три месяца. Суд откладывает слушание дела и назначает супругам срок для примирения на три месяца, поскольку ответчик на расторжение брака не согласен. Если по истечению трех месяцев супруги не примирятся, истец будет настаивать на расторжение брака, то в соответствии с правилами части 2 статьи 22 Семейного кодекса Российской Федерации, брак между супругами будет расторгнут. Истец и ответчик понятное решение суда. Суд благодарит вас за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Назначить срок для примирения на три месяца. Благодаря темноте, которая была в комнате, у меня открылись глаза на свою жену, и теперь я ее никогда не смогу простить. Ну я сейчас вот пойду, я ему объясню все, я думаю, что он поймет, но наконец-то он должен же понять в конце концов. Продолжение следует...